В данном видео я расскажу вам о дневных фуриях, которых показали в мультфильме «Как приручить дракона 3». Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите, чтобы я и дальше разбирал драконов из этой вселенной. Представляю вашему вниманию Conqueror's Blade, бесплатную средневековую экшен-ММО. В этой игре вы сможете взять на себя роль военачальника, управляющего войсками для достижения поставленной цели. Выберите одного из десяти полководцев, каждый из которых обладает уникальным стилем боя и способностями. Соберите свою армию из более чем 45 типов войск, выбирая из кавалерии стрелков и пехоты. При этом бойцов можно комбинировать, создавая неповторимую и непобедимую армию. Помните, что в Conqueror's Blade присутствует глобальная карта с возможностью захвата территорий. Создавайте дома, объединяйтесь в альянсы и сражайтесь вместе. Добывайте ресурсы и славу. Дайте волю разрушительным орудиям и огромным армиям в сетевых битвах 15 на 15 полководцев в режиме осада. Отдавайте приказы своим войскам, изобретайте хитрую тактику или полагайтесь на грубую силу. Одновременно на поле битвы может находиться до тысячи юнитов, что делает сражения очень масштабными. Игра вышла в открытое бета-тестирование и уже доступна бесплатно для всех желающих по ссылке в описании. Дневные фури относятся к классу разящей и являются, согласно заявлению создателей мультфильма, близкими родственниками ночных фурий. Если переводить на существующих животных, то это будет все равно, что род аллигаторы и входящий в этот род два вида. Китайские и американские аллигаторы. В переводе на наших драконов получаем род фурий и два вида, дневные и ночные. По версии создателей мультфильма, такие драконы могут спокойно скрещиваться друг с другом, получая гибридное, но при этом полностью здоровое потомство. Дальнейшему размножению таких особей ничего не угрожает, ведь достигнув половозрелого возраста, они могут без проблем спариваться как с себе подобными, так и с дневными или ночными фуриями. Если рассматривать их размеры, то оба вида не сильно отличаются друг от друга. Сразу уточню, что все цифры взяты из официальной энциклопедии «Мир драконов», вышедшей в 2019 году. Чего? Надо читать? Только вся жизнь пройдет. Зачем читать фигню, если можно убить эту фигню, про которую это самое фигня? Так вот, согласно книге, средняя длина взрослой дневной фурии составляет 6,7 метров, размах крыльев 12,8 метров, а масса тела 726 килограммов. Тут же даны и средние параметры ночных фурий. Их длина составляет 7,9 метров, размах крыльев 13,7 метров, а масса тела 805 килограммов. Небольшая странность заключается в том, что согласно тому же рыбьеногу, размах крыльев Беззубика достигает порядка 15 метров, а в предыдущей официальной энциклопедии он доходил до 14,6 метров. Был шанс, что я прочту эту книгу. Но теперь... Однако, подобную неточность можно списать именно на средние размеры ночных фурий в целом, а не отдельного представителя в виде Беззубика. С детишками Беззубика и показанной дневной фурией еще более странная ситуация. В энциклопедии Мир Драконов указаны возможные средние размеры взрослых особей. Их длина составляет 7,3 метра, размах крыльев 13,4 метра, а масса тела 771 килограмм. Как были получены такие цифры не совсем понятно, ведь данные дракончики являются первыми представителями нового вида. И узнать их окончательные размеры пока не представляется возможным. Складывается впечатление, что авторы энциклопедии просто посчитали среднеарифметическое от параметров дневных и ночных фурий. А после просто кое-где сделали плюс-минус. Удобно, ничего не скажешь. Ладно, и так сойдет. Не подумайте, что я придираюсь, но на мой взгляд пока рано делиться подобными характеристиками. А если и делиться, то без приписки возможные размеры, ведь это выглядит несколько глупо. Хотя, возможно, я действительно придираюсь. Про детей без зубика я тоже расскажу, но чуть позже. Прежде чем рассказать о характере и способностях дневных фурий, я опишу их отличие от ночных фурий. Несмотря на то, что они являются близкими родственниками, это тем не менее два разных вида. Самое заметное отличие, о котором вы уже и сами догадались, это цвет. Дневные фурии, как самцы, так и самки, сочетают в себе несколько разных цветов, включая белый, голубой, розовый и кремовый. А также имеют необычную текстуру, напоминая переливающийся на солнце снег. В долях спины идет один сплошной гребень, в отличие от многочисленных гребней ночных фурий. Как следствие, дневным труднее в полете осуществлять резкие повороты. А ты знал об этом? Отличается и количество отростков на голове. У дневных фурий их всего четыре, и они не меняются вне зависимости от возраста и пола. На способность ориентирования в пространстве меньшее количество отростков никак не влияет. Плюс ко всему, пасть ночных фурий значительно шире и позволяет ловить более крупную рыбу. И как следствие, быстрее наедаться. Самым же главным отличием двух видов, хоть и не естественным, а произошедшим из-за вмешательства человека, является количество особей. Ночные фурии, за исключением Беззубика, были полностью уничтожены Гриммелем, главным отрицательным персонажем третьего мультфильма. Когда вернусь, отдашь мне своего дракона. Не то я уничтожу все, что тебе дорого. А вот дневных фурий такая участь миновала. Представители этого вида в добром здравии обитают в скрытом мире драконов. А количество их является достаточным, чтобы не беспокоиться о проблемах полного исчезновения. Также долгое время ходили предположения фанатов, что вот это и есть яйца дневных фурий. Связано это с тем, что в одной мобильной игре до выхода третьего мультфильма, такие яйца действительно именовались яйцами фурий. Но официально этого никто не подтвердил. Бэйт того не может. Ну а теперь давайте пройдемся по способностям обсуждаемых драконов. А начать стоит с огневой мощи дневных фурий. Они, как и ночные, стреляют плазмой. Как и их родственники, они могут контролировать мощность выдыхаемой субстанции, что позволяет как плеваться легкими зарядами, наносящими незначительные повреждения, так и производить невероятные по своей силе залпы, уничтожающие все на своем пути. Однако самой удивительной способностью дневных и, как оказалось, ночных фурий стала маскировка. Стоит сразу сказать, что на русском и англоязычном ютубе ходит множество версий о том, как именно исчезают фурии. Оказывается, многих не устроила официальная версия, согласно которой обсуждаемые драконы временно пропадают из поля зрения, превращая внешнюю поверхность своих чешуек в отражатели. Ну или, если говорить грубо, в зеркала. Но на ютубе и разных сайтах многие решили, что фурии становятся именно прозрачными или телепортируются, благодаря разным биологическим и физическим процессам. Я даже не буду вам пересказывать все выдвинутые этими несчастными людьми предположения, так как от них любому человеку, хоть немного знакомому с физикой и биологией, захочется плакать горькими слезами. Честно признаю, что иногда действительно та или иная официальная версия определенного процесса, связанного с драконами во вселенной КПД, кажется нелогичной и ее хочется оспорить, но точно не в случае с маскировкой дневных и ночных фурий. Я просто приведу вам фрагмент из мультфильма, чтобы вы все сами поняли, если к этому моменту у вас остались хоть какие-либо сомнения. Мы видим замаскированную дневную фурию в лагере Икинга. На ее чешуйках отражается трава и папоротник, мимо которых она проходит. Если бы она становилась прозрачной, то вместо этого мы бы лицезрели палатку с беззубиком на заднем плане. Думаю, что дальнейшие споры излишни. Иди ко мне и поплачь мою густую, пышную бороду. Маскировка накладывается не по желанию, а только после выполнения определенных условий. В частности, разогрева чешуи до нужной температуры. У дневных фурий достаточным является воздействие незначительного заряда плазмы или огня из любого подвернувшегося источника. В то время как для ночных фурий этого крайне мало. Они должны накопить, а после высвободить большое количество энергии, чтобы иметь возможность исчезнуть из поля зрения. Однако, данный процесс довольно ресурсозатратный и сильно ослабляет применяющего его дракона. После того, как маскировка активирована, длительность ее использования зависит исключительно от самих фурий. При этом глаза остаются видимыми, и чтобы избежать обнаружения, они закрывают их и ориентируются на слух и обоняние, возможности которых развиты до очень высокого уровня. Дневные и ночные фурии имеют одинаковую скорость полета и невероятную ловкость, которая позволяет им почти моментально реагировать на любую угрозу. Физическая сила тоже выше всяких похвал. Дневные легко переносят увесистые предметы, включая других драконов, которые могут быть тяжелее их самих. Дневные фурии очень разумные создания. К другим драконам они настроены крайне доброжелательно, чего нельзя сказать об отношении к людям, которым они не испытывают никаких теплых чувств. Это легко можно объяснить попытками человека ловить и убивать драконов на протяжении всех трех мультфильмов и мультсериала. При этом дневные крайне быстро способны оценить действия отдельных людей и поменять к ним свое отношение. По остальным способностям дневные и ночные фурии идентичны, вплоть до втягивающихся зубов, эхо-локаций и других моментов. Повторяются даже слабости, которых, к слову, довольно мало. Повреждение хвоста может привести к таким же проблемам с полетами, которые долгое время имел Беззубик. Также длительное пребывание в крайне холодной среде может привести к смерти драконов этого вида. Как и ночные фурии, дневные не могут преодолевать большие расстояния без отдыха. Хотя к этому пункту у меня имеются определенные сомнения. Дело в том, что в первых двух мультфильмах и в сериале не было ни одного момента, когда Беззубику во время длительных перелетов требовались перерывы. Поэтому эту слабость можно отнести к сюжетной необходимости. Дети Беззубика и Дневной Фурии повторяют все особенности и способности своих родителей. С небольшим перевесом то в одну, то в другую сторону. Они с раннего возраста могут стрелять плазмой и применять маскировку, как и имеют втягивающиеся зубы. Яйца таких гибридов имеют чешуйчатую поверхность и черно-белую окраску. Как вы заметили, я специально не называл Детей Беззубика по их дублированным названиям. На русский язык их как только уже не переводили. И черно-светы, и ночные огоньки, и ночное сияние, и ночники, и так далее, и тому подобное. Я не буду никак комментировать такие переводы, а просто предложу свой вариант. Чем я, собственно говоря, хуже. Дневночные фурии. Ну и ладно. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Злобный безумец без совести и сострадания. Спасибо, и не обижайте дневных фурий, ведь в противном случае они отправят вас в полет. Без парашюта. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok